Приветствую вас, друзья! Мы сегодня ведем программу «За кадром» из Иерусалима. Это уникальное время для нас с Викторией, когда мы здесь, в этом святом городе, и мы здесь в студии наших партнеров и друзей. Только что мы были у стены плача, и знаете, вот мы узнали у одних русских историю про то, как они тоже искали стену плача. Они сели на такси, и таксисту, который не очень хорошо говорил по-русски, говорят, отвезите нас к стене плача. А на еврите это просто звучит, как западная стена храма. И таксист говорит, что это за стена плача такая? Ну, это там, где вы, евреи, плачете, бьетесь головой об стену. Таксист ехал долго-долго от гостиницы, и, наконец, он приехал, не похоже на стену плача, и его спрашивают русские, а куда мы приехали? Ну, ты же просил к стене плача. Вот здесь у нас все плачут, это налоговая инспекция. И я вам хочу сказать, в каждом анекдоте, конечно, и шутки есть, доля шутки, но вот еврейский юмор, он особый. И когда мы встречаемся здесь с евреями, нам все время хочется шутить вместе с ними, над ними, и чтобы они нашли над чем бы пошутить с нами. Поэтому у нас в гостях в этой студии Александр Белов, наш замечательный друг, практически еврей, потому что он ведет еврейский канал, который называется «Родной». Можно я с еврейским акцентом скажу «Родной» Александр Тимофеевич? Если вы думаете, что картавине – это какая-то такая… Гроссирование такое. Гроссирование, это не так. Это действительно… «Родной» здесь называется «Родной». Это просто на самом деле говорит о том, что человек говорит на идиш, где… Нет, на иврите. И на иврите, где… А идиш – это немецкие иврите. Да, где как раз «Г» говорится как «Г». И с нами, конечно, представитель нашего офиса, руководитель студии новой, которая скоро, я верю, появится. Здесь еще номер три, Тамара Нарсисян. Тамара, поприветствуй нас на иврите, ты же училась здесь уже длительное время. Шалом всем, да. Я хочу сказать, что просто такой буквы «Р» нету, поэтому есть гортаны «Р», поэтому все и…